Привет, ребята! Ну что, заждались нового выпуска? Мы за вами тоже заскучили, поэтому хорошенько подготовились к видео. Выбрали солнечный осенний день, отправились далеко-далеко за город и будем не по-детски испытывать не ньютоновскую жидкость на прочность. Для ее приготовления понадобится вот такой красавец. 30-килограммовый мешок кукурузного крахмала. А проверять стойкость нашей необычной субстанции нам будут помогать следующие ребята. Ружье для подводной охоты, разные петарды, молот Тора валялся у деда в гараже, детский пистолетик на пластиковых пульках 6 мм, 15-й шар для боулинга и старенькая 16-килограммовая гиря. Да-да, ребята, это та самая гиря, которая зимой нагнула под лед после взрыва 50 корсаров. Мы ее достали и теперь продолжим бомбить. А для начала давайте поговорим об этом загадочном веществе. Чтобы сделать не ньютоновскую жидкость, смешаем крахмал и воду обязательно в соотношении один к одному. Не будем же мы нарушать технологию. Кстати, знаете, кто первым открыл чудесные свойства этой жидкости? Я вот не знаю, но судя по названию, это был точно не Ньютон. Прикол этой штуки в том, что она не поддается законам обычных жидкостей. Во-первых, она может становиться твердой. Происходит это в том случае, когда на нее физически воздействуешь. Например, с них можно делать офигенные снежки, но когда перестаешь их лепить, то они быстренько растекаются, как вода. Если вы попытаетесь засунуть руку в эту водичку, то проблем у вас не возникнет. А вот когда попытаетесь резко вынуть, зовите драгана на помощь. С этим могут возникнуть небольшие трудности. Зато дирается очень легко и следов совсем не оставляет. Еще на этой жидкости можно отрабатывать удары. В момент резкого воздействия напоминает по плотности боксерскую грушу. Теорию изучили, переходим к практике. Мы хотели залить не Ньютоном разные шарики, но сделать это было не очень просто из-за свойств самого вещества. Резина создает напряжение, из-за чего жидкость становится каменной и еле-еле проходит внутрь. Тут бы нам помогли хейтеры. Гэмдом. Кто не понял, к сожалению у нас их нет. Зато как итог стараний, получились офигенные шарики антистрессы. После приобретенного стресса по их наполнению то, что надо. Такая развлекаловка бы детям точно понравилась. Если все делать без резких движений, его можно сдавить. А эта штука обратно форму приобретает. А сильно бить становится упругой. Ладно, у нас все-таки видео не про антистрессы. Переходим к настоящим экспериментам. Первым проверить прочность нашего творения пришла самодельная Кувалда Тора. Сейчас посмотрим, кто тут батя. Как мы и говорили, водичка наша не пальцем делана. Молот герой из Марвел отбил, считай расплюнуть. Небольшая вмятина конечно есть, но она быстренько зарастает и восстанавливается. А сила была приложена, ого-го. Молот Тора вам не шутки. У нас тут уже другой испытуемый заждался. Сейчас проверим, как антистресс справится со стрессом. Ух, получилось у него это на 10 баллов. Мы сначала думали, что этот чувак порвался, но необычные внутренности сделали свое дело. Пока мы выбирали, что дальше бросить на шарик, в гости пожаловала куча телочек. Не каждый день в их краях видео снимают, а им же тоже любопытно. Ходят рядом, нюхают что-то, травку щипают. Мы решили их не смущать и продолжили дальше свои опыты. Поиграли с Кувалдой, теперь можно и в боулинг поиграть. Диссонанс, конечно, сильный. Шарик сначала отскакивает от поверхности, а потом тонет. Непривычно такое наблюдать. Замедленные съемки похожи на круглый Титаник. Теперь идея года. Бросим один шарик на другой, боулинг на воздушный. Правда, весовые категории немного отличаются, но это мелочи. А мелкий Татт спор умеет дать. Ни царапинки не осталось, красавец. Теперь на голову нашего оранжевого мальца пришли свалиться другие неприятности. 16-килограммовая гиря. Может, она сумеет его покоцать? Если бы результат не лучше, чем у шара для боулинга. Непокорный малый. Сейчас узнаем, сможет ли емкость побольше повторить результаты резинового шарика. Вы только посмотрите, эта жидкость, наверное, ядерный удар выдержит. И по стандарту после удара поверхность, по чуть-чуть начинает тонуть. Однако успех длился недолго. Во второй попытке наша емкость не выдержала давление, которое создало ньютоновская жидкость при падении гири. И пошла трещина сбоку. Вся жидкость начинает сваливать. Этого на мой как не хочется. Благо мы всегда с собой возим синие мусорные пакеты. Вот в них быстренько складываем все наши запасы, чтобы хватило на дальнейшее испытание. Не получится у жидкости смотаться со съемок. Нашим планам ничего не помешает. А сейчас будем делать не по-детски. Хотя не по-детски. Пистолетик-то у нас детский. Хотя и лупит очень даже знатно. Мы уже снимали два видосика с этой игрушкой. И тогда он показал впечатляющие результаты. Посмотрим как будет сегодня. Пчелке походу стало интересно чем мы тут занимаемся. Но времени на детские игрушки нет. И она быстро переключилась на цветы. А нам пора узнать как неньютоновский шарик антистресс отреагирует на давление пульки во время выстрела. На пробоя конечно не рассчитывал. Но и такой результат просто удивительный. Шарик поглотил в себя пульку. А затем просто выплюнул. Нет, сколько как мы думали изначально. А именно обнял и отпустил. Эта жидкость не перестает нас удивлять. Хороший бронежилет может получиться. А теперь понемногу приближаемся к одному из самых вкусных моментов этого ролика. Сейчас будем играться гарпуном. Меня часто спрашивают, где ты купил эндескоп, где взял гарпун. Ребята, заходите на Е-каталог, вводите в поиск любой товар. А дальше сравниваете цены в разных интернет-магазинах и покупаете. Выбор категорий на Е-каталог просто шикарный. От гаджетов и компьютеров до рыбалки и туризма. А подразделов еще больше. Любой товар можно добавить в сравнение, почитать отзывы. И самая крутая фишка, это сравнить цены в разных интернет-магазинах. Можно час просидеть за компом и переплатить. А можно зайти на Е-каталог, все сделать за 5 минут и реально купить по самой выгодной цене в интернете. Ссылочка на этот полезный сервис в описании. Кто не видел, напоминаю, что гарпун пробивает 4 бутылки полы. Его мощности хватает на 5 арбузов. И на вылет проходит 5 стекол. Так что не Ньютону сейчас будет ой как непросто. Эх, что-то с удачей нам в этот раз не фартануло. Вся боль в одном выстреле. Снаряд прошел по касательной, шарик лопнул и все внутренности на траву. С гарпуна очень сложно стрелять прицельно. Да и отдача очень сильная. Поэтому так просто не попадешь. Будем пробовать еще раз, где наш мини-антистресс. Да что такое? Наполняем еще один шарик и стреляем в упор, чтобы уже на верочку. Вы только посмотрите на это слоумо. Даже гарпун не смог пробить толком это вещество. Сразу показалось, что гарпун прошел на вылет. А нет, отверстие в шарике образовалось только с одной стороны. Для сравнения пробиваем водяной шарик. Как горячим ножом по маслу. Тут и гадать нечего. И вишенкой на торте сегодня будет барабанная дробь. Так где она тут у меня? Вот. Как думаете, что будет с этим синим пакетом, наполненным водой? Правильно, бабах. Подложим 12-й корсар под этот мешок. Должно быть жарко. Вот это я понимаю, аквапарк. Новый лайфхак. Что делать, если сломался душ? 100% работает, друзья. Но лучше не проверять. Водяные мешки это была разминка. Сейчас будем пробовать с ньютоновской жидкостью. Да, прочная штука все-таки. Там в основном только пакет подгорел и небольшие куски содержимого улетели. Заметьте, не брызги, а именно куски. Взрыв только поспособствовал тому, чтобы жидкость держалась в куче. Пока наша субстанция растекается, быстренько суем туда большой бермуд. С установкой возникли некоторые проблемы, так как петарда не могла нормально стоять. Но мы же хорошенько наладили. Большой бабах, не так ли? Капец, ребята, после этого взрыва даже бумага осталась в этой жидкости. А до этого ее всегда на кусочке разрывало. Очень интересная штуковина этот ниндьютон. Экспериментировать с ним еще и экспериментировать. Кто уже лайкнуть успел, молодец. А кто подписался, вообще красавчик. Ждите следующих выпусков. До скорых встреч. Пока-пока.